Всем привет! С вами Empire TV и очередной дайджест по Dota 2. Сегодня в программе. Трансферная лихорадка наносит очередной удар. Rockskiss, Lion's Pride и другие коллективы в гуще событий. Победители Armageddon Dota 2 Grand Slam Asia, второго сезона Big Point Battle, анонс пятого сезона G League и многое другое в еженедельной рубрике турниры и лиги. Ну и на десерт последние изменения Dota 2. Прошедшая неделя принесла нам много интересного. Трансферная лихорадка в очередной раз затронула команды Rockskiss и 3D Clan. Вслед за Артемом Шарфик-Морзавиным в состав Rockskiss вливается Андрей Дредесбек-Голубев. Что будет с 3D Clan пока остается загадкой. Никаких официальных заявлений от менеджмента команды не поступало. Зато состав Rocks теперь можно считать полностью укомплектованным. Lion's Pride вынуждены попрощаться с еще одним игроком – Александром Сталкмелдером. Причиной стало давление со стороны администрации проекта. Не выдержав напряжения, Александр принял решение покинуть команду. Организация IC Cup подписала новый перспективный состав Z4, который совсем недавно получили квоту на TechLabs, обыграв в финале квалификации команду Rockskiss. Также IC Cup планирует собрать еще один Dota-состав для большей конкуренции, которая, по словам менеджера команды Мейн Куна, пойдет на благо обеим пятеркам. Шведская пятерка Out of Tengos перешла под крыло Кейта Гейминг. Об этом заявил официальный сайт организации. Парни успели себя зарекомендовать, пробившись на финалы Tor Open и DreamHack Winter. Удивила трансферами и азиатская Dota 2-сцена. Команду Tong-Fu покинули Чэнь, Вероника Чи Си и Сиан Лонг Ди Ди Хуан. Их заменят Ван Бана Натсяу из команды For Love и Си Мин Яу Бай Чэнь из команды Panda. Ходят слухи, что Лонг Ди Ди заменит Сей Ди Ди Бин в китайском составе LGD. Это связано с тем, что игрок команды LGD испытывает некоторые проблемы со здоровьем и, возможно, не сможет продолжить свою карьеру. Касательно Вероника пока нет никакой информации. После четырех напряженных дней в выставочном центре Marina Bay Sands определился победитель Armageddon Dota 2 Grand Slam Asia. Чемпионом стала команда ABC и получила денежный приз размером в 5 тысяч долларов, а также спонсорский контракт на сумму в 7,5 тысяч. На Big Point Battle 2 отпраздновал победу обновленный состав Natus Vincere. В упорной битве они обыграли в финале команду Team Liquid. Полторы тысячи евро отходят рожденным побеждать. 10 марта завершился СНГ Ставк Кап под патронажем портала World Electronic Sports. Сильнее всех оказался коллектив с портала ProDota, который не проиграл ни одной карты на протяжении всего турнира. Поздравляем их с победой, а также с заключением партнерских отношений с мультигейминговой организацией Fnatic. Российская команда Virtus.pro заменила американцев из Evil Geniuses на крупном онлайн-турнире Dreamhack и Mutational. Причиной стало плохое состояние здоровья капитана команды ЕГЭ Джейкоба Майлка Тофт Андерсена. 15 числа стартовала Dota 2 Team League от портала Dota 2.ru и компании Avermedia. Напомним, что общий призовой фонд составляет 57 тысяч рублей. Трансляции проводят Empire TV Versuta, Майл Стром и Тоби Ван. Приглашения в финальную стадию уже получили Team Empire и Virtus.pro. Регистрация на Лигу открыта. Любой желающий может зарегистрировать команду и принять участие. На этой неделе состоялся анонс пятого сезона G League. На сей раз в турнире примут участие не только азиатские команды, но и европейские и американские. Всего будет проведено две квалификации, по итогам которых четыре лучшие команды отправятся на лангфинал, который пройдет в Китае. Призовой фонд в этот раз составляет 53 тысячи долларов. Китайские квалификации стартовали 16 марта, а вот что касается европейских и американских отборочных, никакой подробной информации пока нет. Известно только, что они пройдут в апреле. К разочарованию многочисленных поклонников Dota 2 очередной патч игры обошелся без нового героя. Однако и тут есть о чем рассказать. Очередные исправления ошибок, изменения в интерфейсе и многое другое. Добавлена первая анимированная иконка для Mjölnira. Так же, как и обычно, вы можете нарядить своих любимых героев в новые облачения. Добавлены модели выброшенных на землю предметов. Divine Rapir, Healing Salve, Clarity, Dust of Experience и Boots of Speed. Ну и, пожалуй, самое интересное – это концепт-арты невыпущенных героев. На сегодня это все. Как всегда, оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях к видео, подписывайтесь на наш канал YouTube и играйте в Dota. Субтитры сделал DimaTorzok